Киберспорт 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 Да, есть здесь миллионы долларов Они распределяются по-разному В зависимости от того, что это за спорт Что это за дисциплина Что это за страна, за территория Но самое главное во всей этой истории О том, что киберспорт растет Небывалыми темпами Мало какая индустрия может таким темпами Похвастаться И постепенно растет выручка И в нашей стране Хотя она, наверное, на Визоре Тех самых людей, которые собирают эти данные Она пока еще совсем маленькая В сравнении со Штатами, с Китаем Тем не менее, рынок СНГ Это крупнейший рынок в Европе И мы рано или поздно Догоним и перегоним всех Здесь еще раз показывается о том, что происходит С турнирами Это миллионы показов Различных крупных мероприятий Проводимых по всему миру И одна из последних цифр Это как раз Недавно прошедший чемпионат По Лиге Легенд И его смотрели по официальным данным 75 миллионов человек Одновременно Мы проводили исследования Немного об этом упоминал Саша Что это за аудитория в России И кто они, эти киберспортсмены Или называющиеся киберспортсменами Игроки непосредственно Чем они занимаются и так далее Большинство из них, конечно же, играют Но здесь самое важное То, что есть уже в нашей стране Как минимум 12% людей Которые не играют Они только смотрят Им уже это ничего не надо Им интересно смотреть Либо в ту игру, в которой они играли Либо за команду За которую они переживают Но сама игра Их уже интересует Постольку, поскольку Да, у нас девушек поменьше Чем, например, в западных странах Но и у нас игровая индустрия Как минимум лет на 10-15 Помоложе Поэтому рано или поздно Мы все это догоним И, конечно же Это достаточно молодая аудитория Но если вы посмотрите Повнимательнее на возраст Люди, которые увлекаются киберспортом Которые занимаются Или хоть хотя бы иногда смотрят Это в том числе Платежеспособные Судя по тому Сколько им лет И то, сколько они тратят денег в играх Большинство людей Играют для того, чтобы Смотрят трансляции Для того, чтобы узнать Как лучше играть Это один из самых базовых принципов Собственно, когда в свое время Появились соревновательные игры И появилась возможность Смотреть демозаписи Самые первые, кто их смотрел Это те же самые игроки Ради того, чтобы посмотреть А как же профессионалы во всем мире Делают те самые необыкновенные вещи Становятся чемпионами И немаловажные Да, здесь, опять же, не все всегда помещается Но, тем не менее Здесь очень важный момент То, что Приличная доля этих людей Там порядка 50-60% Смотрят, потому что Это интересный контент Это зрелищно И если посмотреть Любую из трансляций киберспорта Да, это шоу Это в первую очередь шоу Это медийный продукт Об этом сегодня уже несколько раз говорили И не стоит этого забывать Другой момент Что внутри этого шоу Есть спорт Соревнуются люди В равных условиях И для них Важны все Связанные с этим элементом Все, что связано Со спортом И организацией Не менее интересная история Здесь связана с тем Что Киберспорт И игры в целом Это уже давно Тренд Уже многолетний И люди не собираются Заканчивать играть Они не собираются Взять и все бросить Большинство Абсолютное большинство Будет продолжать И у нас Так как аудитория Сейчас молодая И вот Если некоторые выводы Делать по всем Пайчартам Графикам И так далее Есть молодежь Которая уже Есть даже молодежь Которая только смотрит И молодежь Которая играет И она будет взрослеть И соответственно Цифры будут еще более Не знаю Печальные Для всех других индустрий Которые пытаются На себя отнять время Людей Надеюсь Для никого не секрет Что игры борются Совсем С кино И со спортом И совсем Даже с Выпиванием Спиртных напитков Время На самом деле Людей Тем не менее Смотрят аудитории В первую очередь Того чтобы отдохнуть И это еще раз Возвращаясь к тому Что это часть Их жизни Часть их досуга Которая им нравится И большинство еще Из них в этом участвуют Примеры из того Как продается Баттл пасс В доте Очень ярко Об этом показывают Несмотря на то Что собираются Миллионы долларов На самом деле 80% людей Которые во все это Вовлечены Они вообще не знают Что такое киберспорт Они не знают Ни одной команды Им нравится контент Который они покупают Немного Другие еще цифры Под другим обзором Жанровые предпочтения Здесь Скажем так Когда мы проводили Это исследование Мы не использовали Столь понятные картинки Что есть за жанр И есть небольшая Странная разбивка На которую можно Обратить внимание Это то Что на первом месте Шутеры На втором стратегии На третьем Моба Если в лоб Задавать вопрос Людям В какую-то игру Играешь Далеко не каждый Ответит Что там Дота Это моба Некоторые скажут Что дота Это стратегия Поэтому именно Вот такая Здесь есть история Тем не менее Лига легенд Пока еще Самая популярная игра В мире И смотрят ее Больше всего Но почему-то Она не на первом месте И дополнительно Здесь еще Хотелось бы обратить внимание На файтинги И на гонки Много турниров Знаете Про файтинги И про гонки Много ли вы видели Трансляции А интерес есть Возможно Кому-то стоит Этим заняться В ближайшем будущем Да Наверное Собственно Что мы Как компания Mail.ru Делаем Для Изначально Мы занимались В первую очередь С нашими Внутри Продуктами Проектами И для них Создавали В моем понимании В понимании Моих коллег Это high level content Если раньше Мы ходили Все в рейды Покупали Более дорогие пушки Или еще чего Да То сейчас Мы занимаемся Сорвнователем Активности Это наиболее Интересно Что можно делать К заметному Количеству людей И для них Мы Сначала Для себя Сделали Инструмент Для управления Собственно Этим турниром Теперь Это платформа Доступная всем Любой Может прийти И сделать турнир Имени себя Еще и по-хорошему В ближайшем Будущем На этом Заработать Заработать С точки зрения Организатора Ну и естественно Игрок может выиграть Да Мы делаем Трансляции Киберспортивных турниров Как своих Так и не своих Как самостоятельно Это организовывают Так и вместе С партнерами И да У нас большие цифры Потому что в холдинге Mail.ru Есть и ВК И ОК И вместе Мы уже научились Работать с видеопотоком С трансляциями И можем показать Всем заинтересованным людям Тем не менее Цифры Такие пугающие Как 45 миллионов людей Прошу прощения Здесь могла быть Опечатка На самом деле Это просмотры Да Они люди Она Может быть Пугающая Но тем не менее Это показывает Большой интерес К киберспорту Это очень был Удачный кейс Потому что Турнир проходил В нашей Временной зоне И как уже Упоминалось Наша команда Участвовала Команда Из СНГ Участвовала В нем И показывала Прекрасные результаты Плюс Да Тут было Надо отметить Что мы еще делали Дополнительные активности Вместе с ВКонтакте Ком и с Одноклассниками Каждый по-своему У каждого Своя аудитория Она немного отличается С теми же Одноклассниками Делали более Казуальную историю Приглашали Тех самых Селебрити Звезд И да Это бустануло Финал очень сильно Посмотрели Финальный день У порядка 10 миллионов Просмотров И собственно По официальным Тем же самым Пресс-релизам 68% из них Уникальны К сведению Сразу отвечаю На некоторые вопросы Конечно же Большую часть Организационных моментов Мы делаем внутри Особенно когда Это касается Онлайн турниров Но и по крупным Мероприятиям Мы всегда общаемся И нам помогают Различные партнеры Самостоятельно Сделать большое Мероприятие Очень сложно Из ближайших планов То что мы Куда мы двигаемся Куда мы собираемся Развивать Мы хотим сделать И уже начали На самом деле Этот процесс Подготовки К запуску Профессиональной лиги Профессиональной лиги Powerface Это значит Что да Все начинают Заниматься этим Серьезно У игроков И появляется стабильность Команды знают Куда развиваться Все работают На аудиторию Совместно И в итоге Мы получаем Дополнительный Продукт В первую очередь Как раз Для нашей аудитории Которым Все это интересно И играть И смотреть Об этом Наверное Будем позже Еще много Рассказывать На самом деле У меня Все Я очень краток Постарался быть Потому что Можно было Много рассказывать Но коллеги Сделали это за меня Если у вас есть вопросы Пожалуйста Что стянет На этот ESL Не могу понять Не посмотришь Фотографии Все Все из Кельна Летит этот Спайдер Кэм Австрийский У нас такая же Московская разработка Прекрасная И отлично работает Вопросы Ивану Коллеги Есть вопрос Это прекрасно Я иду к вам Здравствуйте Добрый день Я Хочу сказать Я из далекого будущего Я веду проект Который посвящен Исследованию Дополненной реальности Исследованию Популяризации Рассказы И так далее Почему далекое будущее Потому что На ближайший год Скажем так Киберспорта Я так понимаю Там пока ждать не стоит Но Можно ли вот сейчас Пофантазировать Каким будет соревнование Как бы вы его организовывали Если бы оно строилось Для игры в дополненной реальности В любом жанре В любой теме Сходу Да Ну Самый простой Pokemon Go Но это Я так понимаю Уже избитая Тема Сходу Опять же Мы сейчас опускаем Историю С развитием технологий Потому что они не до конца Этого готовы Но Из любого помещения Стадиона Можно сделать Такие бои гладиаторов Которые будут видеть Не только зрительно Свои картинки Это можно сделать И уже сейчас А сами участники Будут вовлечены В процесс Хотя они будут бегать Просто по квадратной Комнате Кубической Неважно И в очках В костюмах Которые дают им фидбэк То есть это элементарно Такие вещи Но я думаю Будет развиваться Конечно же Различное направление Потому что Это как новая Система ввода Новые инструменты Просто они Куда-то будут развиваться Спасибо большое Конечно Кстати Вопрос же какой Интересный Правда Еще вопросы Пожалуйста У меня такой вопрос Большинство текущих Киберспортивных дисциплин По сути Свои Пвпшные В прямом смысле То есть Команда Противостоит Команде Напрямую Тем не менее В этом году Был довольно Интересный турнир Варкрафтовский По МДА То есть Скоростное Прохождение Данжа И смотрелось Очень здорово На мой взгляд И Как мне кажется Это такая Возможность Некого Пве на время Киберспортивного Которая достаточно Зрелищно И так далее Как вы сами Оцениваете В обычном же спорте Есть масса Дисциплин Где нету Противостояния Человека с человеком Где просто люди Стараются Результат Будь то Бег на 100 метров Будь то Прыжки в длину И так далее Как вы оцениваете Возможность Появления еще Таких Киберспортивных Дисциплин Где соревноваться Будут не Напрямую Друг против друга А в достижении Некого Болевысокого Результата Я более чем Допускаю То что И уже много лет Проходится Быстрое прохождение И так далее Есть различные Соревнования По этой теме На мой личный взгляд Интерес Зрителя К такой Истории Он намного Более низок Потому что Эмоциональная Нагрузка Которая Происходит Между командами Против команды Или человека Против человека Когда ты борешься И когда кто-то Один проходит Там игру Она совершенно Разная А смотрят На эмоции На взаимоотношения И так далее Оно просто Вот этот слой Он весь убирается То есть Отвечая на вопрос Да, это есть Это будет так или иначе Развиваться Я думаю Будет не только Сингловое прохождение Но кооп-прохождение Когда команды Проходят через Какую-то ПВЕ-миссию Но будут сталкиваться Со сложностями Того Что всегда Одинаковое прохождение Намного сложнее Сделать это Все уникальным Каждый раз Если это делать На протяжении года Пять раз в неделю То будет все время Одно и то же И там будет борьба За какие-то доли секунд И это просто Смотреть неинтересно В большинстве своем Аудитория Сильно сузится На Усейна Болта Приходит Не меньше Чем на Инфорция В Кимачи На что первое Усейна Болта А Усейна Болта Посмотреть Да В данном случае Он очень Хорошо еще работает Как и медийная личность И очень И здесь есть еще Дополненная тема С физической Какой-то Своей формой Которая привлекает Как я не знаю Эстетическая История И Если бы он один бегал бы Это вообще было бы странно Он же бегает Между Соревнуется Между другими людьми Тут просто Опять же Затрагивает тот момент Когда Аудитория Всего 5% женщин Есть виды спорта Которые тем не менее У тех же женщин Популярны Вроде фигурного катания Гимнастики И так далее Понятное дело Что там есть физиология Когда просто Приятно на человека Посмотреть И на его Возможности Но тем не менее Возможно как раз Дело в том Что женщины Не очень любят Прямого Противостояния Но вполне себе Неплохо Относятся К совместному Кооперативу И Опять же Объективность В соревнованиях С таймером Больше чем В драке Человека с человеком Всегда можно сказать Что чемпион прошлого Был гораздо сильнее А чемпион нынешний Просто не встречал Достойных соперников А с таймером Не поспоришь Он объективен Если условия те же Допустим То есть Соревновательная Я Вернусь Соревновательная часть Она есть Она можно придумать В чем угодно Вопрос в том Насколько это интересно Смотреть И участвовать Всем остальным Там Не знаю Вы коснулись Там те же самые Количество девушек Увлеченных киберспортом Ну За то что у нас Сейчас шутеры Условно говоря На волне Да их меньше Там если взять Какую-нибудь отдельную Взятую Лигу Легенд Да их больше Взять Кэнди Краш Их еще больше И вот если это все Еще обернуть В нормальную Соревновательную кинусь Они все равно Выпадут Потому что Как верно замечено Да их меньше Привлекает На самом деле Вот именно жесткое Столкновение С друг с другом Но найдутся люди Которые И в их культуре Будет нормально Как раз соревноваться В компьютерные игры Как я не знаю Есть же футбольные Команды женские Есть Да все соревнуются И даже достаточно Неплохо смотрят Но сравнить это там С популярностью Того что Как это делает Там Мужская профессиональная Часть в футболе Ну сейчас Пока сложно Спасибо Еще вопросы Конечно Я знал что они будут Пожалуйста Здравствуйте Вопрос у меня такой Мы видели Распределение По жанрам Шутер Моба Стратегии Моба И так далее Я вот не знаю Открыто Не открыто Эти данные Можно узнать Как вообще Идет динамика То есть Какой жанр Поднимается Какой опускается Там вот Файтинги То есть Возможно Два года назад Там был всего Один процент Сейчас десять И жанр Поменьше Я отвечу на этот вопрос Это исследование Которое проходило Некоторое время назад Но данных Динамических Еще нет Мы сейчас готовим В следующую часть Этого исследования Более там И глубокого В том числе И наверное Да Уже будет видна Какая-то динамика Так-то проходили То есть я могу сказать Что там Проходили отдельные Какие-то исследования Популярности Именно жанров Да Не с точки зрения Киберспорта И так далее Ну Там да Можно посмотреть динамику Там Если прикинуть Те же гонки Они особо не изменились Там Ну так По жанрам То есть оно Примерно так и остается Что будет дальше Посмотрим Спасибо Еще вопросы? Вопросов Больше нет Класс Но Вы знаете Было бы Нелогичным Уже как-то В нашей традиции Да Спасибо большое За выступление Такой вопрос Компания Mail.ru Будет Сдавать Игру Players On Battleground На территории СНГ Уже были Какие-то Объявления По турнирам Что вы Видите В долгосрочной Перспективе Какие у вас планы С точки зрения PUBG Да И киберспорт Здесь надо отметить То что И сам PUBG И историю С киберспортом Bluehall Очень сильно Концентрирует На себя Компания Разработчик И издатель По всему миру По хорошему То что мы там Можем им помочь Хорошо это издать России Ну собственно Поэтому мы вместе Работаем И в данном случае Все Пока еще Экспериментируют Что это реально Будет за киберспорт Но то что Здесь Большая Соревновательная Составляющая И очень интересно На это смотреть Это очень удобно С точки зрения Эфира Понятное время Там Большое количество Участников Есть сложности Правда с ланом Когда тебе нужно Там 100 человек Посадить хотя бы Да Ну как большие Некоторые сложности Есть с тем Чтобы это делать Просто дороже На самом деле Все опять же в косты Мы планируем Серию турниров Для начала Хотя бы определить А что же хорошо работает А как люди Вообще это реагируют Хотя бы на некотором Долгом периоде Ну не важно Полгода хотя бы Посмотрим Что из этого выходит А дальше С точки зрения Всего киберспорта Если это уходит В профессиональную часть Ну значит мы И здесь будем Тоже создавать Профессиональную часть Для того чтобы люди Которые хотят быть Профессионалом Этим жить и работать И дать такую возможность Спасибо Спасибо